Здравствуйте, дорогие партнеры Тяньши! Я очень рад новой встрече с вами. Мы часто говорим, если человек здоров, он сможет добиться всего, что он хочет. Лишившись здоровья, он лишается всего. По статистике, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает более 15 миллионов человек. Эти болезни не только уносят человеческие жизни, но и отличаются высоким процентом инвалидизации больных и высоким риском рецидивов. То есть создают постоянную угрозу жизни человека. То, что эти болезни молодеют, связано с нерациональной структурой и культурой питания, а конкретнее с употреблением продуктов, которые вызывают ожирение. Ожирение ведет к повышенному артериальному давлению, развитию атеросклероза, повышенному холестерину, ожирению печени и сахарному диабету. Особенно опасно ожирение для людей пожилого возраста. Мы часто говорим, что здоровье родителей – это счастье для детей. Именно поэтому на сегодняшней встрече мы поговорим о том, как наблюдать за своим здоровьем, как проводить эффективную профилактику, как нормализовать артериальное давление, уровень липидов крови, уровень холестерина. Мы ответим на вопрос, как эффективно уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний, как вести здоровую жизнь, как сделать так, чтобы вся наша семья жила спокойно, легко, счастливо и комфортно. Пищевые привычки людей зачастую приобретают нездоровый характер. Мы едим высококалорийную пищу с большим содержанием сахара и жиров, нанося большой урон печени, постепенно снижая ее способность к метаболизму. Печень способна помочь переварить определенное количество жиров и сахаров. Но если мы постоянно злоупотребляем ими, то не можем их эффективно переварить, и они постоянно откладываются в организме. Таким образом, не только появляются жировые отложения, но и постепенно снижается функциональная активность печени. Иногда люди задают вопрос, я не увеличивал количество съедаемой пищи, почему у меня появились повышенные липиды крови, повышенный сахар, повышенный холестерин. Так происходит, когда снижаются функции печени. Бывает так, что печень изначально слабая, и даже обычный рацион тоже может привести к повышенному содержанию липидов крови. Гиподинамия – второй враг сердечно-сосудистой системы. Если вы мало двигаетесь, значит вы мало расходуете энергии. Бессонные ночи тоже очень опасны. Время активности меридиана печени – с часу до трех ночи. Во время сна печень готовит достойный запас крови на следующий день, чтобы обеспечить наши физиологические потребности. Если же мы не спим, мы расходуем ресурсы организма. И на следующий день у невыспавшегося человека плохой цвет лица, упадок сил и плохо работает голова. Так происходит потому, что человек заранее растратил запас крови на этот день. Поэтому он чувствует упадок душевных и физических сил. Чтобы сохранить здоровую печень, надо спать по ночам, организовать разумный рацион питания, обеспечить достаточную двигательную активность. В повседневной жизни мы используем в пищу животные и растительные жиры. Животные жиры содержат полиненасыщенные жирные кислоты. Их избыток приводит к возникновению атеросклероза, повышению липидов крови, повышенному артериальному давлению. В замен животных жиров в пищу следует использовать растительные масла, так как они содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые смягчают стенки сосудов и растворяют холестериновые бляшки, образующиеся при избытке насыщенных жирных кислот в пище. Одно из самых лучших растительных масел – масло зародышей пшеницы. Именно оно содержится в капсулах ВАЙКАН. Оно на 60 или 80% состоит из ненасыщенных жирных кислот. Там также содержатся линолевые и линоленовые кислоты. Эти кислоты могут очень быстро нейтрализовать продукты метаболизма насыщенных жирных кислот и вывести их из организма. Кроме того, у масла зародышей пшеницы есть свойство снимать боль, усталость, укреплять организм, оно повышает реактивность организма, свойство отвечать изменениям жизнедеятельности на воздействие окружающей среды. Линолевые и линоленовые кислоты быстро очищают кровеносные сосуды от физиологического мусора, растворяют насыщенные жирные кислоты. Так повышается проходимость и эластичность кровеносных сосудов. В капсулах ВАЙКАН также содержится большое количество витамина Е. Это хороший антиоксидант, способный нейтрализовать свободные радикалы. В такой ситуации ВАЙКАН не только повышает эластичность сосудов сердца и головного мозга, но и обеспечивает нам комплексную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Капсулы ВАЙКАН содержат эффективный антиоксидант бета-каротин. Он с большой эффективностью нейтрализует свободные радикалы в организме. Само слово «свободные радикалы» для нас знакомо. Вся беда в том, что они-то свободные, но они уничтожают свободу человеческого тела. Именно они провоцируют сердечно-сосудистое заболевание, включая коронарную болезнь, ишемию, тромбы в сосудах и инсульт. Здоровые клетки при нападении свободных радикалов начинают деградировать, оседают на стенках кровеносных сосудов, образуя холестериновые бляшки и тромбы, сужая просвет кровеносного сосуда. Кровь по нему протекает с затруднениями, начинает повышаться артериальное давление. Мы начинаем ощущать последствия кислородного голодания, головного мозга и сердца. Появляется чувство жатости в груди и тяжести в спине. Иногда эти симптомы развиваются медленно, но иногда они быстро переходят в острую форму. Появляются ощущения камня на сердце или каски на голове. Обеспечить проходимость сосудов, нормальный кровоток, снизить содержание липидов крови очень важно. А борьба со свободными радикалами – необходимый элемент этой программы. Бета-каротин, содержащийся в капсулах ВАИКАН, успешно помогает справиться с этой задачей. Далее мы поговорим о таком продукте, как ресвератрол. Есть один очень интересный факт, привлекший внимание европейских исследователей. Рацион питания в Европе весьма калорийный. Франция в этом смысле не является исключением. Однако при изучении заболеваемости сердца было обнаружено, что в возрастной группе от 35 до 64 лет число французов составляет половину от числа англичан и четверть от числа американцев. Этот факт вызвал удивление по всей Европе. Структура питания примерно одинаковая. Почему же у французов значительно меньше процент заболеваемости? И выяснилось одно важное отличие в диете. При такой же калорийности и том же содержании сахаров в пище, французы пьют больше красного вина. Положительный эффект давал содержащийся в красном вине ресвератрол, позволяющий снизить вязкость крови, содержание липидов, купировать склеротические процессы. Так во Франции красного вина пьют больше. Состояние кровеносных сосудов и сердца у французов оказалось гораздо лучше, чем у их соседей. Этот факт вызвал всеобщее внимание в мире. Но действует не само красное вино, а ресвератрол, содержащийся в нем, который помогает осуществить эффективную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Ресвератрол обладает еще одним прекрасным свойством. Нейтрализует в организме свободные радикалы. Я чуть раньше говорил о способности бета-каротина в капсулах Вейкан бороться со свободными радикалами. Ресвератрол борется с ними не менее эффективно. Вы обращали внимание на пигментные пятна, возникающие на руках или на лице. Они образуются в результате процессов окисления. И если у пожилых они воспринимаются как должное, то при появлении у молодых людей свидетельствует об избытке свободных радикалов, вред именно от них. Бывает так, что человеку всего 40 лет, но внутренний метаболизм и возраст внутренних органов соответствуют параметрам 50-60-летнего. Мы должны сделать вывод, что заниматься антивозрастными мероприятиями и бороться со свободными радикалами надо начинать задолго до наступления признаков старения. Ресвератрол эффективно справляется с этой задачей. Если внутренняя среда организма будет вовремя очищаться от свободных радикалов, то и работа внутренних органов и общие функции организма будут лучше. Человек дольше сохраняет молодость и здоровье. Борьба со свободными радикалами – одно из важнейших мероприятий в этом процессе. Мы переходим к следующему продукту для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний целебным капсулам тяньши. Его основной компонент – геностема пятилистная. В Китае это растение часто называют южным маленьким женьшенем. Она растет высоко в горах, там, где много туманов и облаков, воздух разреженный, кислорода мало. А геностема выживает в этих условиях, у нее большая жизненная сила и высокая способность бороться с недостатком кислорода. Кроме помощи в борьбе с кислородным голоданием, она помогает снять усталость, укрепляет организм, нормализует работу иммунитета. Геностема успокаивает дух и улучшает сон. Если человек чувствует, что сердцу или мозгу не хватает кислорода, можно принять две целебные капсулы. Очень быстро кровь потечет к сердцу, пропадет чувство тяжести в груди. Геностема нормализует уровень липидов крови и снижает вязкость крови, ускоряет кровоток. Она позволяет крови быстрее переносить кислород по артериям. На севере Китая больше популярен женьшень, а на юге вместо женьшеня используют геностему. Она оказывает тот же эффект, но не имеет столько побочных действий, как женьшень. Целебные капсулы хорошо использовать при чувстве тяжести в груди, учащенном сердцебиении и других дискомфортных ощущениях, связанных с нарушениями работы сердца. В целебных капсулах тяньши есть еще очень важные компоненты. Чайные полифенолы, витамины Е и С. Весь этот комплекс эффективно помогает бороться с процессами окисления в организме. Я уже говорил об опасности этого процесса. Если очистить яблоко от кожуры, оно быстро потемнеет. Если кухонный нож держать в сырости, он заржавеет. Это процессы окисления, которые мы можем видеть. Примерно такие же процессы идут в человеческом организме каждую минуту. Если процессы окисления быстрые, мы быстрее старимся и легко заболеваем. Функции организма тоже снижаются быстро. В борьбе со старостью нельзя медлить. Чайные полифенолы, которые тоже обладают высокими антиоксидантными свойствами, быстро нейтрализуют свободные радикалы в теле. Внутренняя среда организма будет стабильной. Витамины Е и С тоже сильные антиоксиданты. Такой хороший комплекс антиоксидантов позволит нам эффективно бороться с атеросклерозом, очищать стенки кровеносных сосудов от физиологического мусора. Наши сосуды станут эластичными и проходимыми. Кровь по ним принесет больше кислорода. Повысится общее качество здоровья. Целебные капсулы тяньши пользуются популярностью во всем мире. Это действительно хорошее средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Тяньши с высоким содержанием кальция – этот продукт хорошо знаком всем партнерам тяньши. Наш продукт решил для всего мира проблему с усвояемостью кальция. В природе кальция достаточно, но такого, чтобы усваивался на 99% очень мало, особенно в соотношении 2 к 1 с фосфором. Полный комплекс питательных веществ, высокий процент усвоения кальция и его соотношение с фосфором, как в материнском молоке, таких продуктов действительно мало. Каково влияние кальция на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний? Однажды ученые проводили анатомические опыты. После того, как у лягушки извлекли сердце, оно трепыхнулось пару раз и остановилось. После инъекции с ионами кальция сердце снова начало биться. Можно сказать, что кальций отвечает за сокращение сердечной мышцы. Если человек испытывает дефицит кальция, для обеспечения нормального сокращения сердечной мышцы организму потребуется потратить гораздо больше энергии. При слабой сердечной деятельности мышцы, ткани и органы не получат достаточно крови и, соответственно, кислорода и питательных веществ. Если сердце сокращается с недостаточной силой, может появиться одышка. И не всегда это значит, что развелась сердечная болезнь. Это может означать, что организм испытывает дефицит кальция, в результате которого тоже может нарушиться кровоснабжение головного мозга, органов и тканей. И если восполнить кальций, ситуация значительно улучшится и достаточно быстро. Дефицитное состояние, связанное с недостатком кальция, действительно очень похоже на болезни сердца. Мы должны обеспечить достаточное количество кальция в организме, чтобы не провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Дальше мы поговорим о таком продукте, как антилипидный чай Тяньши. Этот продукт можно использовать просто как обычный чай. Главные компоненты – это геностема пятилистная, лотосовый лист, горец многоцветковый, семена кассии тора. Все эти растения известны и знаменитые травы китайской медицины. Они подвергаются обработке, в результате которой гораздо проще отдают свои действующие вещества. При заваривании этого чая мы получаем оздоровительный эффект, а именно снижение артериального давления, снижение липидов и сахара крови. Чай может снизить три высоких показателя – высокие липиды крови, повышенный холестерин, белки высокой плотности. Кроме того, чай помогает справиться с запорами, вывести токсины и физиологический мусор из органов и систем. Это прекрасный очищающий продукт. Мы часто говорим, что правильное питание – это важно, но переварить съеденное, усвоить из съеденного питательные вещества – это еще более важно. Нормальное функционирование организма в чистоте обеспечивает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Наши кровеносные сосуды будут чистыми, эластичными, что является признаком сохранения молодости. Хитозан известен и популярен по всему миру. По объемам продаж тяньши занимает первое место по реализации хитозана. Хитозан может понижать артериальное давление, сахар крови и липиды крови. При помощи хитозана можно вывести токсины и снизить вес. Хитозан – это единственный пищевой продукт, у которого есть положительно заряженные ионные цепочки. Хитозан связывает жиры и не дает им усваиваться, снижает уровень холестерина в крови. Все эти действия хитозана позволяют нам избежать склероза артерий. У хитозана нет побочных действий. Он может нормализовать инсулиновый обмен. За счет положительно заряженных цепочек он сможет улучшать закисленную среду организма. Он нейтрализует отрицательно заряженные ионы и поддерживает кислотно-щелочной баланс. Показатель нормального кислотно-щелочного баланса – 7,3 или 7,5 pH. В такой среде иммунные клетки наиболее активны. При этом она не подходит для вирусов и бактерий. Хитозан улучшает наше здоровье за счет улучшения внутренней среды организма. Это действительно бат, который нужен каждому человеку в 21 веке. Следующий продукт – масло омега-3. Это тоже очень известный продукт. Он пользуется популярностью по всему миру. Почему Япония – это страна долгожителей? По сравнению со всем миром, в Японии меньше болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во многом это связано с тем, что японцы едят много морской рыбы, которая содержит омега-3 и омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты. Когда мы используем в пищу растительные масла – подсолнечное, соевое, оливковое – мы можем получить достаточное количество омега-6. Но омега-3 получить из пищи достаточно сложно. А продукт корпорации Тяньши, о котором мы говорим, позволяет нам эффективно это сделать. Полиненасыщенные жирные кислоты влияют на смягчение стенок кровеносных сосудов, снижение холестерина, повышение проходимости сосудов. Омега-3 состоит из полиненасыщенных жирных кислот АПХ и ДАХ, которые способны растворять холестериновые бляшки на стенках сосудов. Отложение холестериновых бляшек очень опасно. Перекрывая просвет сосудов, они способны стать причиной инфаркта или инсульта. И ПАДХА могут не только растворять холестериновые бляшки, они не дают склеиваться эритроцитам. За счет этого действия происходит профилактика тромбообразования. Таким образом, омега-3 – это прекрасный препарат для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Предложить его своим пожилым родителям – это лучший способ заботы о них. Этот продукт не только позволяет обеспечить профилактику, он также замедляет старение. Объем продаж омега-3 по всему миру растет, так как число людей, понимающих, что необходима профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, растет тоже. Сосуды будут чистыми и проходимыми. Сердце и головной мозг будут эффективно снабжаться кислородом. И поэтому человек будет полон физических сил. Дальше мы поговорим о том, как применять эту продукцию. Здесь надо учитывать состояние вашего здоровья, наличие сердечно-сосудистых проблем. Принимать БАДы надо в соответствии с инструкцией. Лучше всего запивать теплой водой. Количество принимаемых БАДов должно определяться индивидуальным состоянием человека, его режимом питания, режимом труда и отдыха. Если человек ест много мяса, рыбы, шоколада, он получает много жиров, сахаров и калорий. Есть люди, которые часто не спят по ночам, испытывают постоянный стресс. Это приводит к закислению организма. Некоторые любят соленое, а это фактор, провоцирующий повышенное давление. Все эти факторы надо учитывать, включая конституцию организма, возраст и вес. Нет четких ограничений при выборе продукции и составлении комплекса. Если человек не любит чай теньший, можно ему предложить омега-3 и хитозан, ресвератрол или целебные капсулы. При наличии лишнего веса, принимая антилипидный чай, хитозан, целебные капсулы и омегу-3, мы не только очистим организм, но и проведем эффективную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Для тех, кого беспокоит учащенное сердцебиение, чувство сжатости в груди, надо рекомендовать целебные капсулы и ВАИКАН в сочетании с омега-3 и кальцием. Если у вас постоянная стрессовая обстановка на работе, артериальное давление может стать нестабильным. Можно выбрать кальций и хитозан для выравнивания давления. Если у вас повышенная вязкость крови, нам надо улучшить общее состояние жидкости организма. Для этого подойдет хитозан, а также ВАИКАН или ресвератрол. Так мы быстро нормализуем содержание липидов крови, увеличим проходимость кровеносных сосудов и эластичность стенок. Для улучшения мозгового кровообращения надо принимать ВАИКАН, целебные капсулы омега-3. Мы должны заботиться о себе и о своих родителях, предлагать нашу продукцию, чтобы число здоровых людей вокруг нас и во всем мире росло. Так мы реализуем великую миссию Тенши. Всем спасибо за участие.